Здравствуйте, приветствую всех кто пришел, всех участников и зрителей. Давайте поаплодируем Голдеру, здорово собрались. Тем более, есть другие участники, которые онлайн смотрят, и вы также можете посмотреть записи. Но те, кто присутствуют очно, у них получится возможность поинтерактивить. Это крутой для вас бонус. Спасибо, что пришли 16 марта в субботу в Белые облака. И мы вместе с Верой Ахмедзяновой представляем фестиваль, который пройдет 31 марта в Москве. Вера, ну, ты представляешь также временно отсутствующего организатора. Она нас смотрит тоже. Поэтому тебе слово немножечко о фестивале и о специалистах, часть из них, которая пришла на эту открытую встречу. Вообще, фестиваль «Я тебя вижу» был создан несколько лет назад Александрой Секачевой. Александра отсутствует сегодня по уважительной причине, и я ее заменяю. Так скажем, я заместитель организатора и по совместительству «Шаман» фестиваля. На самом деле фестиваль очень интересный. Интересен он именно тем, что идея фестиваля про безопасность, про легкость и доступность, и открытие возможностей для других людей. Для того, чтобы люди могли прийти, получить какие-то консультации, может быть, найти своих специалистов, которые помогли бы им в будущем, найти своих учителей, кто хочет идти в саморазвитие, в самопознание. И этот фестиваль предоставляет возможности найти своих людей. Поэтому фестиваль шикарен. И мы с Денисом в дружбе, так скажем, конференция непознанная, были в Москве в ноябре прошлого года. И, мне кажется, что фестиваль имел огромный успех. Ну, действительно, на фестивале можно познакомиться с большой программой. Тут больше 10 мастер-классов, я вижу. И, по-моему, под 40 специалистов там обещают быть разных направлений. Сегодня присутствует всем, ну, как минимум, всем тех, кто продемонстрирует фрагменты из своих работ, фрагменты из своих практик. А на фестиваль они могут предоставить возможность всем желающим получить персональную, ну, такую экспресс-консультацию. По крайней мере, направление будет получено, а дальше это уже работа, ну, если она требуется. Прекрасно. Поэтому давайте, может быть, представим тех, кто сегодня у нас присутствует, и, соответственно, начнем с представления самих специалистов. Ну, я сама представилась уже, я шаман фестиваля, и фишкой нашего фестиваля является визитной карточкой, так скажем, во всех городах, в которых мы проводим фестиваль. Это поток изобилия от вселенной, который, собственно говоря, каждый раз я и открываю. Этот обряд был создан случайно, вместе с Тайрой в Казани. Так случилось. И так и пошло, что у нас этот фестиваль открывается именно этим обрядом, обрядом открытия потока изобилия от вселенной. Далее хотелось бы представить Плотникова Максима, энергопрактика из Екатеринбурга, и он расскажет, с помощью чего он работает и взаимодействует на фестивале с другими людьми. По большому счету, в практиках я не так сильно давно, как многие здесь присутствующие, но опыт какой-то есть. В основном я работаю на энергетике человека. За счет выравнивания энергетики человека много нюансов, в общем-то, можно раскрыть, направить и так далее. В частности, получил первую ступень рейки, но это, скорее всего, как вспомогательный инструмент. В формате экспресс-консультации обычно это происходит, ну, допустим, у меня каким образом? То есть я делаю анализ энергосистемы человека. Если есть где-то какие-то блоки, перекрытия и так далее, мы их убираем. Ну, есть, конечно, как таковой все равно запрос у человека изначально, но в основном за счет выравнивания энергетики, как бы, этот вопрос, он так или иначе воплощается в жизнь. То есть бывает в моменте, бывает через какой-то период, всегда с человеком стараешься работать в таком ключе, чтобы это было, опять же, экологично, не насильно, да? То есть, допустим, кому-то надо на это, ну, там, день, неделя, кто-то в течение месяца этот вопрос, как бы, осваивает, да, и процесс начинает происходить. Ну, с какими частыми запросами приходят к вам? Слушайте, да, запросы, по сути, разные. В основном это, конечно, здоровье, финансы, личные отношения. Вот, наверное, как бы такая основная тройка, с которыми вопросы им приходят. Ну, я от себя добавлю, что мы вот как раз ехали, обсуждали с Максимом, поскольку мы оба из Екатеринбурга, и совместный путь у нас был из Екатеринбурга сюда и обсуждали, как бы, за прошедший год люди приходили, и некоторые приходят постоянно из раза в раз, и наблюдаешь за людьми, какие у них результаты от взаимодействия с тобой. И давай вот проговорим про результаты. Ну, в основном, наверное, это по большей части такие же, ну, как бы, практикующие люди, так или иначе, в той или иной сфере, многие, многие, которые приходили, у них были затыки в движении, скажем так, как бы, ну, в публику, назовем, да, и большинство, большинство сейчас начало, как бы, на довольно-таки активное движение, выход, да, показывать себя людям, перешагивать вот этот страх, как бы, скажем... Синдром самозванца. Ну, да, публичности некой. Поэтому, в общем-то, ну, сегодня, сколько вот мы обсуждали, по большей части, все-все люди, как бы, эту ступеньку перешли и пошли дальше. В том числе, как бы, если коснуться фестиваля, то есть, когда этот фестиваль был создан, все-все, скажем так, нюансы, которые мы испытывали на себе, в этом году мы сделали еще один проект, тоже «Я тебя вижу», только с приставкой «Дебют». То есть, все мастера, которые, ну, скажем так, приходили клиентами, сейчас, в этом году, там, порядка... Получили ватон. ...порядка 20 человек получили возможность, скажем так, выйти на фестиваль и поработать с клиентами. То есть, как бы, они изначально приходили, мы с ними занимались там на протяжении полутора месяцев, давали какие-то... Мастер-классы. Мастер-классы. Сопровождение. Ну, то есть, какое... И в процессе, в процессе всего фестиваля, как бы, мы контролировали, ну, то есть, там, начиная от физического состояния, эмоционального, да, то есть, если есть какой-то напряг, да, ты подходишь, с человеком поработал, он дальше, как бы, начинает принимать. То есть, и после этого у них, ну, скажем так, быстрее это все открывается, что ли, как бы, то есть, на энергетике, как бы, воплощенную в практику, и дальше уже, то есть, они уходят с дебюта и заходят уже... На московский фестиваль. Да, в основной фестиваль, скажем так. И эту практику мы, ну, там, в течение, там, два или три месяца, как бы, ну, каждые два или три месяца сейчас планируем... Повторять. Повторять фестиваль, дебют, да, чтобы люди, как бы, приходили и, ну, могли получать какое-то движение. Да, потому что, на самом деле, очень важно давать возможность и людям, которые первый раз, да, потому что перешагнуть себя, вышагнуть, так скажем, из своей зоны комфорта, из своей скорлупы, тоже очень сложно. Поэтому, вот, фестиваль дебют, я тебя вижу, тоже достаточно громко зазвучал. Но мы, на самом деле, не об этом, да, то есть, мы в основном фестивале, который будет 31-го числа. И вот 31-го числа хотелось бы спросить тебя, что ты планируешь давать? Ну, вообще, как таково, вот, как сказать, плана нету, да, что именно допустим. Только так и никак по-другому. Все равно каждый человек индивидуально. То есть, человек приходит, бывает, человек заходит с одним вопросом, а по факту уходит, как бы, с ответом в другой вопрос. Поэтому, как-то конкретизировать, что именно я буду делать в общем с людьми. Но, опять же, в рамках экспресс-консультации много особо сделать не всегда возможно. То есть, нам надо в какой-то тайминг вписываться там и так далее. Поэтому, ну, это, опять же, диагностика, где-то какие-то еще вещи подключаешь. Ну, это, опять же, все на ощущениях. То есть, вот, конкретику какую-то дать и сказать, что именно вот это, вот это, вот это. То есть, ну, в основном я упор делаю так или иначе на энергетику. То есть, глядя-глядя туда, исходя из этого, начинаешь корректировать все остальное. То есть, от энергополя, как бы, до пространства, которое окружает человека. Я бы сказал, что еще будет в программе фестиваля, кроме того, что можно лично пообщаться, как в формате консультации, так и за рамками фестиваля. Будет еще большая программа, во-первых, обряд на открытие потока, поток изобилия от Вселенной. Про который я проговорила. Как ты проговорила, дальше будет солнце в гороскопе, как преодолеть синдром самозванца. Это к вопросу, как стартовать, работать как специалистом и, может быть, ну, как сказать, самореализоваться в каком-то аспекте себя, если мы об этом говорим. Совместимость партнеров с помощью мизинца. Будет доклад Ольги Лепской. Учи законно от Юлии Лушниковой представлен доклад. От регрессологии к интересному опыту. Это мой доклад исследователей экспериментальный от канала ТВ Экстра. Это феноменом интересного опыта, который мы сейчас изучаем. Очень интересные практики будут продемонстрированы. Давайте так, я буду тизерить, потому что процесс еще идет. Буквально вчера снимали интервью с человеком, который рассказывал, как он вдохновился книгами и случайно вылетел в тот поток, в который уходят, знаете, буддийские люди, которые медитируют. И условно уходят, ну или безусловно, здесь я просто не видел, поэтому так очень аккуратно, в радужный спектр радуги, да, то есть растворяются тела и уходят. И вот он попал в такой поток. И он, говорит, случайно он туда попал и случайно вышел. Это не было его время, но так получился опыт. Говорит, я, говорит, когда пришел в этот мир, я, говорит, буквально всех и все любил. Это было настолько божественно, что ты продолжаешь находиться в этом потоке, но через 2-3 недели обратно засосала трясина. Но при этом он говорит, что страха смерти вообще нет. Это такой уникальный, парадоксальный опыт, который, если выпадает человеку, если он присутствует, то он вообще понимает смысл. Вообще смысл бытия, смысл существования. А внетелесный опыт, он как раз-таки и дает чуть более осознанное. Не случайно, что тебя выкидывает вдруг, да, тебе предоставили такую возможность, пробник такой. А ты уже сознательно с помощью своих действий, с помощью своих мотиваций или с помощью регрессолога получаешь такой легкий пинок и, ну, скажем так, мотивационную часть. А далее твое уже сверх-я, потому что в состоянии вне тела ты уже обладаешь большими возможностями, чем ограниченное я в рамках тела, а начинаешь взаимодействовать. И те наши идеи, мысли, важности, которые в этой жизни, ну, в этом бытие, ну, для нас важны, там становятся гораздо менее актуальны, да. То есть вы обретаете возможность видеть шире, воспринимать шире. Ну и потом вы все-таки проживаете эту жизнь, у вас есть какая-то задача, скажем так, какой-то план на бытие. Вы уже понимаете смысл. Жизнь предстает себя, казаться, бессмысленной. У нас еще будет «Родовое древо», доклад Павла Гринвича из Екатеринбурга. Будет «Духовные деньги и имя», мастер-класс Светланы Усковой. Ирина Никитина представит доклад, по-моему, даже практику. «Феномен расстановок с энергопрактиками» Марина Шаламова представит. Тамара Ягода «Таро и интуиция, как развить свои скрытые способности с помощью карт». И использование духовного развития, раскрытие способностей Анна Богата проведет мастер-класс. Довольно интересно, как челнок между мирами. Ну и мы подведем итоги, разыграем призы. Кстати, сегодня тоже будем разыгрывать призы. Вот. Да. И среди участников, соответственно, достанется приз. Билет на две персоны на участие в фестивале. И вот эти все программы вы сможете пройти, получить практику. Ну и, соответственно, записаться на консультирование тому специалисту, который интересен. Я думаю, самое время представить нашего второго специалиста, чтобы он рассказал. Всем добрый день. Можно иди, она. Можно иди, как удобней. Да, действительно, я тоже новый специалист, молодой. И моя специфика работы основывается на раскрытии в женщинах богини, музы, а потом уже и ведьмы. Я работаю с энергией... Не знаю, можно говорить, цензура пропускает. Я работаю с энергией секса. Также я трансформатор. Прошла не одну трансформацию и успешно сейчас трансформирую людей. С помощью карт Таро, Рун и Энергопрактика. Имею свой проект под названием «Притяжение». В дальнейшем хочу его развивать и открывать эзотерическое пространство. Супер. Здесь заявлено, что вы проведете практику раскрытия богини. Да, но так как я буду консультировать, то есть это будет индивидуальная работа. Это, в принципе, процесс недолгий. Чтобы раскрыть богиню, достаточно найти причину, почему женщина в себе ее закрывает. Чаще всего это просто боязнь социума, боязнь раскрытия себя. И все-таки почему-то секс в нашем мире какая-то табуированная тема. Хотя все этим занимаются и все мы появились благодаря ему. И если принять и понять свою сексуальность, можно выйти на шикарный уровень и создать реальность, которую человек хочет. Ну, то есть я считаю, что можно жить в той реальности, в которой человек желает. Это один из путей. Чем вы можете быть еще полезна на фестивале? Также я могу раскрыть в людях возможность быть самим практиком. То есть у меня было несколько таких случаев, когда человек пришел просто на консультацию. Мы раскладываем таро, ищем какие-то проблемы, решаем их. А в дальнейшем человек сам становится практиком. И я считаю, что это нужно раскрывать, это нужно выводить в мир. Потому что таро, руны – это инструмент, который нужно в быт вводить. Потому что это инструмент, который помогает легко проживать жизнь. Это квест под названием «Жизнь». Без, так сказать, низких вибраций. Какие форматы вопросы к вам приходят? Да, соответственно, с какими запросами к вам приходят? Я думаю, что абсолютно у всех практиков одинаковая история. Первый вопрос – это отношения, любовь. Второй вопрос – это деньги. И третий вопрос – это здоровье. Это, наверное, база. То, что интересует на данный момент всех в мире. Вы заявлены еще как таролог. А вот насколько вы проверяете, насколько ваши прогнозы или расклады по таро влияют на человека? Ну или получаете обратную связь? Можете рассказать какие-то примеры? Вообще, старое – работаю через шаманизм. Вообще, это для меня просто инструмент, благодаря которому я уже раскрываю человека. Иногда я даже не читаю трактовку, просто раскладываю, дальше у меня идет информация. А сбывается, не сбывается? Ну, мы все знаем, что будущее изменчиво. И троллиж просто прогнозирует примерный вариант будущего на сегодняшний момент мышления. И хорошо, когда прогнозы негативные не сбываются. И человек просто берет и меняет свой путь или мышление, и меняется в лучшую сторону. Поэтому я, наоборот, за то, чтобы плохие прогнозы менялись и не сбывались. Вы, наверное, компенсаторику какую-то подсказываете, за счет чего не сбылся негативный сценарий, правильно? Конечно, да. Просто я даю несколько вариантов. Вот будешь двигаться так, будет вот так. Будешь двигаться так, будет вот так. То есть я даю советы и уже желание человека двигаться по ним или нет. Спасибо. Есть кого-нибудь, может быть, вопросы? Если нет, мы в конце еще будем задавать вопросы, соответственно, обратимся. Я прошу Игоря Мезница вот сюда. Здравствуйте, мои дорогие. Я знаю о гипнозе с самого раннего детства. Много лет я его профессионально изучаю, практикую. Практикую классику, жесткую сугестию, практикую регрессионику. И в результате изучения, слияния, практик, поиска новых методов, я могу сказать, что все чудеса запечатаны внутри самого человека. А гипноз – это именно тот метод, именно тот комплексный, экологичный, глубокий подход к человеку, который может менять абсолютно все грани бытия. Влиять на состояние физического тела, влиять на состояние операционной системы ума, влиять на ядро личности, на гармоничное соотношение с энергиями архетипов, влиять на энергетику. Может освобождать человека от негативных привязанностей, убеждений, привязок, негативных, деструктивных, сущностных инвазий. Гипноз позволяет структурировать энергетику человека, связывать его с его сверхсознанием, с высшим я, с единым создателем. Сегодня я абсолютно убежден в том, что гипноз является тем самым методом, который может позитивно менять все грани человеческого бытия. Потому что это код доступа, это ключ, это слова, это энергия, это знания, которые растворяют кладезь внутренней вселенной человека. Игорь, хочется спросить вопрос, а может быть это такое насилие над волей, вот приходит к тебе кто-то и говорит, загипнотизируйте, чтобы этот человек был моим мужем или наоборот была моей супругой. Ты такое делаешь, насколько это возможно? Безусловно, любое явление нашей жизни имеет, как и монета, две стороны. У каждого из вас дома есть кухонный нож, и в зависимости от своей мотивации, от своей духовности, вы можете для гостей или для домашних резать хлеб и колбасу, а можете просто отпилить голову соседу, который вас достал. Гипноз это инструмент, работает как и биоэнергетика, как и шаманизм, как и таро, в совершенно разные стороны. Все зависит от психоэмоционального заряда, от духовности, мастера, наставника. Мы работаем в светлом направлении. Направление нашего гипноза, это, во-первых, исследование. Мы исследуем способности, возможности человека, особенности уровней духовного мира. Прошлое, настоящее, будущее во всех грани. Другими направлениями нашей линии гипноза, потому что мы сотрудничаем с Русской школой регрессионных исследований, с ТВ-экстра, с Центром пробуждения, исцеление, очищение, развитие и защита. Безусловно, основой применения этих методов является соблюдение кона мироздания о свободной воле. Если вот, отвечая на ваш вопрос о свободной воле, мы применяем гипноз только к тем людям, которые сами за ним пришли, в тех рамках, которых они просят. Если мы видим, что человеку нужна дополнительная помощь, мы можем об этом рассказывать, но не будем настаивать. Что касается влияния на других людей, мы можем, не причиняя вреда, просмотреть, например, каким образом осуществляется негативное влияние на человека, который пришел. Но менять без согласия ничего не будет. Единственное, что вытекает из конов мироздания о свободной воле, это то, что гипнологи, которые вышли за рамки классики и поняли, что гипноз – это часть магии, часть энергии, часть Вселенной, они имеют право себя защищать от негативных влияний и воздействий. Вот в этом случае мы можем поступать с агрессорами совершенно безжалостно, возвращать, обнулять и все такое. Я видел видео, где ты демонстрируешь и каталепсию, это когда тело так помещается между двух стульев, сообщают для наших зрителей и участников. Соответственно, другие моменты, как отсутствие чувствования боли, это как спецэффект выглядит, но на самом деле это работает. А вот когда человек приходит к тебе на вот такую экспресс-консультацию, ты его тоже так загипнотизируешь или что ты делаешь, с какими запросами, как ты отрабатываешь? Поскольку нам нужно попасть в контекст заявленной темы – благосостояние, здоровье, развитие, активация способностей, изобилие, как консультант, как специалист приглашенный, что могу сделать людям недоверчивым, тяжелым, сомневающимся, я могу просто рассказать о том, чем гипноз может им помочь. Как может активировать их ресурс, убрать их неуверенность, повысить их самооценку, укрепить их волю, добавить им энергии. И дальше это их личный выбор. Люди яркие, творческие, которые доверяют, которые могут меня почувствовать, что я не желаю зла, не собираюсь создавать паучью энергетическую сеть вампирскую. Я могу, используя усовершенствованную индукцию Дэйва Элмана, за 5-6 минут вгрузить их в глубокий гипноз и, установив прямой диалог с их подсознанием, ввести их в такое состояние, в котором они за 10-15 минут с глубоких уровней своего подсознания получат инсайт-ответ о решении самой сложной текущей проблемы в их жизни и попутно наведут порядок и гармонизируют работу органов, системы, тканей. А потом сами выйдут из этого состояния с улыбкой на лице, ощущением счастья и любви ко всему миру. Звучит круто. И последний вопрос. Я знаю, что ты работаешь с оператором. Это в каких случаях происходит развитие того, о чем ты рассказал? То, о чем вы говорите, Денис, это техники мета-трансуанализа. И я с удовольствием и гордостью сообщаю, что сейчас, взаимодействуя с пробуждением Эршири, мы начали обучение уже четвертого потока специалистов. Мы учим проводников и операторов. Оператор – это человек талантливый, духовный, высоковибрационный, который проходит курс подготовки и обучается вгружению в глубокое трансовое состояние, в котором происходит его разделение. Трансовое тело и трансовое сознание направляются в пространство духовного мира, откуда все видно, где все ясно. Это применяется для исследований, которые мы проводим, ковыряясь в прошлом, заглядывая немножко в будущее нашей цивилизации или в будущее отдельного человека. Но вот применительно к практике, применительно к задачам обычного человека, который обращается к нам как доверитель, сложный случай, когда человек по каким-то причинам боится сам погружаться в гипноз. Он не гипнобильный, да? Да, для него. Есть ли вообще не гипнобильный? Ты приходишь и говоришь, Игорь, вы меня точно не загипнотизируете. Что делает Игорь? Нет, нет. Я уважаю мастеров гипноза. И, например, Милтон Эриксон рассказывал о таком случае в своей карьере, когда такая чопорная английская старушка была срублена в транс на 300-м сеансе. То есть его воля и вот такой линейный интеллект старушки, все-таки воля Элмана победила, и бабушка оказалась в гипнозе. Если человек засыпает вечером и просыпается утром, если человек умеет разговаривать, если человек умеет воображать, если человек может ходить, это значит, что он погружается в транс, это значит, что мы можем найти ключи, создать мотивацию, по которой он хорошо, глубоко отправится в гипноз. Прекрасно. Вера, ты чувствуешь, что он гипнотизирует, сидя рядом? Да, конечно. Вибрация голоса определенным... Человек, который проводит медитации... Выстроен такой голос. Да, я тоже человек, который проводит медитацию. Если я начинаю людей погружать в транс, то есть это определенная вибрация голоса, и тут голос просто наработан. То есть он прям выстроен, и вот эта вибрация голоса, я тут периодически себя так... Вовлекает, вовлекает процесс. Дали бы Игорю немножко времени, он бы сейчас всех в медитацию. Да, сейчас всех без проблем. Отлично, приходите, я тебя вижу, Виктор. О, Виктор, Игорь вас увидит. И ведет в транс. И, кстати, дополнение, вот, воскресенье, 15 часов, йога-центр према, практика, да, альфа-медитация. Альфа-медитация как раз в контексте того, мы будем заниматься всепрощением. Это очень мощная энергетическая, духовная, подсознательная тема, когда мы сбрасываем груз вины перед всеми, кто вокруг, да, да, да. Вы будете просто порхать и улыбаться, да. И завершая свое короткое интервью, я хочу поблагодарить всех тех людей, которые организовали эту чудесную возможность рассказать о гипнозе, о себе, о его техниках и методах. И приглашаю всех на фестиваль. Будет круто и интересно. И я уверен, что любой человек, который придет туда, вынесет для себя что-то ценное, станет лучше, умнее, более развитым, более энергичным. То есть все во благо. Отлично, Игорь, благодарим. Увидимся через две недели на фестивале «Я тебя вижу». Здравствуйте, я Александр Горелов. Ну, когда-то я преподавал магию в школу магии. Но все это в прошлом. Я был мастером рейки, мастером кундалини рейки, гранд-мастером рейки и гдрасиль. Но сейчас я оставил практики, которые можно использовать, скажем так, включаясь напрямую. Я обращаюсь к северной традиции, к славянской традиции, потому что это есть во мне, в моей генетике. Ну и помимо этого, да, я освоил регресс, регрессологию по методу Татьяны Макаровой. Вот. Когда мне предложили участвовать в фестивале «Я тебя вижу», это для меня был очень такой новый абсолютно формат, да, вызов, потому что для меня эзотерическая ярмарка – это что-то такое похожее на Magic Market, где все что-то продают там и так далее. Вот. Оказывается, есть люди, которые ходят по мастерам от столика к столику, и каждый что-то там гадает, смотрит и так далее. Вот. Я был немножко удивленный. Я выбрал формат, я использовал трансовую психоэнергокоррекцию, достаточно простая техника, которая есть именно только в русской школе регрессионных исследований. Погружал людей в транс, и они в этом состоянии видят какие-то блокировки, просматривают себя, сканируют. Вот. И я им помогаю, если они находят какую-то негативную программу, убеждение, они ее видят, понимают, с чем она связана, кто ее организовал, и они сами, или кто-то это, что-то наведенное и так далее. И мы ее устраняем. Вот. И получилось, в принципе, достаточно интересно, потому что многие люди, для многих людей это был абсолютно новый опыт. Погружение в транс, они думали, что, ну, так вот, когда куча людей, и все ходят туда-сюда, это вообще нереально. Нужны какие-то спецусловия. Да нет. Да, все легко и просто. Вот. Сила поля мастера. Сила поля мастера, да. Ну, а дальше я смотрю, потому что обычно, особенно на такие эзотерические, духовные фестивали, приходят люди и начинают задавать вопросы там про предназначение, про что-то такое очень высокое. Зачастую, как штукатуркой маскирую этим какие-то свои боли. Вот. И дальше я смотрю, насколько можно их с ними поработать именно через трансовые практики, либо надо именно убирать боли. Убирать боли я предпочитаю как психолог. По системе интеграционно-ресурсной психологии, психотерапии. Вот. Когда мы идем в боль, находим это. Ну, это, конечно же, на фестивале я делать не буду. Это как бы будет некорректно. Вот. Трансовую практику, да, я могу провести в любом состоянии, в любом помещении. А вот именно идти с человеком в боль, когда он это все проговаривает, проживает и освобождается от нее. Вот. Скажем так, до этого, до психотерапии я практиковал тета-хиллинг. Там тоже очень хорошие, как бы, результаты у меня были. Люди, которые сохраняли семьи, женщины, которые приходили, я не могу смотреть на собственную дочь, я не могу, хочу развестись с мужем и так далее. Вот это мы все убирали. То есть, ну, я в основном по отношениям. Так вот и шла коррекция всегда, потому что, ну, как бы, скажем так, хвататься за все, я считаю, что в чем-то наиболее силен, в том, как бы, стоит развиваться. Точечно, да? Точно. Ну, потому что, скажем, у меня нормальная семья. Вот. И какие-то вопросы именно отношений я могу проработать, помочь проработать и другим. Вот. Вопросы. Рунические практики. Окей. Рунические практики я стараюсь. Ну, вообще, я считаю, что самый короткий путь к рунам – это прожить их через тело и через звук. Само устройство рун, как бы, помогает это сделать. Для этого существует стадогальдор, такое хитрое слово, или руническая йога. Стадхи – это то, что можно изобразить любую руну с помощью тела, и гальдор – ее озвучить. В Центре Пробуждения, как бы, каждое новолуние, каждый месяц я провожу практику рунное планирование, потому что это вот самый короткий путь почувствовать, как оно работает. Вот. Когда у человека сдвигаются с места какие-то цели какие-то, или вообще решаются какие-то вопросы, которые годами не решались. Они говорят, о, один раз я сходил на практику. Причем, чем более неожиданный такой формат для людей, а практика достаточно, скажем так, специфическая, вот, потому что есть, можно проводить рунное планирование, пропивать гальдоры, погружая человека, тоже это вариант транса, погружая в руны – это техники Сейдра, Сейдра. Вот. Можно проводить в рывковом варианте. И рывковый вариант, он, конечно, людей, которые вот так вот приходят первый раз, он немножко шокирует. Особенно, если это делается в группе, там все кричат руны. Вот. Но зато вот этот, вот, скажем так, эффект неожиданности очень хорошо работает, очень хорошо включает, потому что руны в любом случае, они ускоряют любую событийность, любые процессы. Вот. Если же мы используем их в процессе трансовых практик, что я, собственно, сделал, изучив регресс, эгрессологию, я добавил руны именно в сам процесс регрессии, в сам процесс трансовой психоэнергокоррекции. И тогда можно освободить энергию более быстро, которая заперта в прошлом, вот, и направить ее в будущее. То есть здесь очень большие варианты для коррекции прошлого, будущего, настоящего, вот. Вера так кивает, да, ты же тоже рунновый. Да, тоже рунновый. Добавь, пожалуйста, пару слов, потому что чувствую, хочется сказать. Да, на самом деле руны шикарно работают с коррекцией прошлого, настоящего и будущего, потому что, ну, это один из мощнейших инструментов, который, на самом деле, позволяет точечно, вот, прям погрузиться в какую-то такую достаточно серьезную проблему, начиная с этой жизни, заканчивая, там, предыдущими многими жизнями, да, то есть через руны, там, ну, взять тоже... Например, какие? Ну, например, руна Перд, да, я в самом начале еще, быть я рунологом, ко мне парень приехал из Индии, который не мог вообще сообразить вообще, что происходит, да, там, он три месяца путешествовал с бродячим театром по Индии и не мог социализироваться, так скажем, после такого путешествия, да, да, то есть он сделает что-нибудь там, меня колбасит, и мы начинаем, я потом, когда своему учителю рассказала, что я творила, у него там волосы дыбом зашевелились, но, тем не менее, мы до Атлантиды дошли с ним, мы с ним дошли до Атлантиды, и он потом, вот это вот исцеление мощное через руну Перд прошло, и колоссально, я потом, конечно, несколько лет руны Перд боялась. Почему? Ты, получается, заземлила? Да, да, то есть я человека погрузила в это состояние, мы такое исцеление мощное дали там, да, а потом, впоследствии, я уже начала тоже исследовать различные руны, та же руна Эйвас, она просто офигеть, как работает на уровне вот этих вот погружений в какие-то такие вот целительские истории, да, насколько люди без последствий выходили из этого состояния, да, то есть совершенно, то есть работа с рунами, это, на самом деле, такая тема достаточно глубокая, которая раскрывает вообще все пласты бытия, я бы так сказала, на всех уровнях и подуровнях. Ну да, скажем так, когда человек... Есть любимая руна, кстати? Нет любимых рун, как бы весь круг, да. Когда человек отвечает особенно за свои действия, руны любят именно тех людей, которые, у которых четкий запрос... Горят. Да, которые горят и которые чего-то хотят. У меня был человек, который обращалась ко мне вот именно точечно, я хочу сменить работу, чтобы у меня было больше ответственности, больше людей в подчинении, и еще, чтобы у меня была там подработка, у нее все было четко, но она пережила момент, когда ее уволили, естественно, ее выкинули с работы, но она через неделю ее взяли на более ответственную, более крупную, даже ее мама на пенсии стала вдруг журналисткой в какой-то там газете в Испанской, за границей, с клиенткой, то есть очень четко. Если человек из боли действует, ну, здесь как бы возможны варианты, потому что я хочу проявляться, я устала, вот у меня была такая клиентка, она на тот же день вспалила квартиру, но ей пришлось проявляться, и сейчас она довольна. То есть ты предлагаешь... Я предлагаю сначала вот посмотреть, насколько ты готов к этому инструменту. Вот, и если есть где-то боль потаенная, сначала надо проработать именно через психологию, а потом уже обращаться к рунам и двигаться, осуществлять свои мечты. То есть смотри, то есть теоретически, если человек пришел к тебе на консультацию, на вот такую специальную консультацию, ты можешь как вариант ему предложить или нарисовать руну, с которой следует проработать по жизни дальше. Я его погружаю в транс и в его поле включаю эту руну. Смысл рисовать? Нет, ко мне люди обращаются... Я вообще как-то работаю. Да, ко мне люди обращаются, да, если они хотят научиться, как правило, это не начинающие практики, именно в северной или в славянской традиции. Они обращаются именно, чтобы идти или в западной магической, потому что когда-то я преподавал ритуальную магию. Тут как раз-таки вопрос магии, а как это работает? То есть неужели символы, они работают и влияют на твою жизнь непосредственно? Даже в психологии известно, что наша подсознательная, она не воспринимает слов, она воспринимает символы, образы, картинки. И скажем, вот та практика, которую я делаю в Новолунии, еще Новолуния открывает подсознание максимально. И мы совмещаем вот то, что человек пишет, что я хочу то-то, совмещаем с той или иной руной, и он загружает, пропивая Гальдор себе в подсознание. То есть в принципе... Работа с намерением? Это очень четкое. Мы поем, кричим или глубоко погружаемся в зависимости от времени, от сезона, от людей. Я через варган это делаю. Варган можно, так. Я через варган делаю. И это, ну так скажем, ну это мой инструмент, да, варган. И варган, пробивая руну через варган, то есть ты человека заводишь в такое достаточно, ну тоже трансовое состояние по сути. Резюмируя, да, значит, то, что твои практики и техники, это как целый мастер-класс, который ты проводишь регулярно, а с точки зрения вот таких экспресс-консультаций, то есть получается человек с какими запросами может, в принципе, приходить и с какими, ну, условными ответами или направлениями он обычно уходит после вот такой консультации от тебя. Слушай, я не ставлю фильтров, фильтров ко мне может прийти кто угодно. Если это новичок, не знаю, что он хочет, он хотя бы проживет... А если он приходит, я хочу вот эту руну, ты сможешь? Пожалуйста. Что значит, я хочу эту руну, это странный запрос. Ну, я не знаю, символ, привязался к символу. Ну, хорошо, значит, он хочет поработать с рунами, естественно. Я его могу этому обучить. Я могу его причем обучить в классическом формате, научив стадогальдру, там, миры и руны, ну, то есть, вот, скажем, как обычно учат рунологи. Либо я могу обучить именно в формате изучения руны для регрессолога, руны, там, в трансовую психоэнергокоррекцию, то есть, руны через транс. Хорошо, я задам по другому вопросу. Приходит человек к тебе, как к мастеру, который знает, что такое руны, как работает, и говорит, Александр, у меня простой вопрос. Я хочу, чтобы мне было все хорошо, дай мне руну. Все хорошо. Ну, абстрактный вопрос. Хорошо, абстрактный вопрос. Хорошо, приземляем, что такое хорошо. Я хочу, чтобы у меня была квартира, машина, дача, жена, да, ну, обычные запросы. Отлично, погружаем, включаем. То есть, прямо там, да, прямо на консультацию. Вера, соглашиваешься? Соглашиваюсь. Абсолютно хорошо. Или ты скажешь, нет, сейчас надо сыграть песню, включить код, и потом все поплавим. Да нет, на самом деле, по-разному совершенно, то есть, я через рейки работаю, да, то есть, рейки намерения, и сверху пишем став, допустим, да, и точно так же включаем это в поле, да, точно так же работает. По сути, как бы, все... А что такое включать в поле? Ну, вот вы, вы-то в теме, а вот те, кто не очень в теме, у человека есть какое-то специальное поле, куда включаются какие-то коды и руны? Вот, если так спросить... Ну, смотрите, есть истинное желание у человека, да, то есть, человек проявляет эти... А как это истинное желание? Обычно знаешь? Собеседуем, собеседуем, да. То есть, вы вычленяете те желания, которые... Зачем это человек? Знаете, вот, часто приходят, допустим, на консультациях, на фестивалях, в обычной жизни такие люди не приходят на консультацию, но на фестивалях приходят, приходит девушка и говорит, я хочу замуж. И начинаешь ее спрашивать, тебе зачем замуж? Зачем ты это хочешь? Тебе зачем замуж? Она говорит, ну, я хочу замуж. Я говорю, ну, вот замуж, ты что с ним будешь делать, с этим замужем-то? Она говорит, ну, вот в театр будем ходить, в кафе будем ходить, в поездки ездить. Я говорю, а где здесь быт? Быт-то где здесь, да, то есть, убрали быт, да, то есть, она говорит, ну, быт как бы, ну, вот, он живет в своей квартире, я в своей квартире, я говорю, зачем тебе замуж-то тогда? То есть я говорю, это гостевые отношения, она говорит, ну да, гостевые отношения, она говорит, зачем тебе тогда замуж, да, то есть встречайся с мужчиной и живи. Тогда начинаем как бы уже работать вот на эту тему, да, то есть когда истинное желание, как бы начинаешь человека вытягивать именно на истинное желание, когда мы это истинное желание проявляем, да, то есть переводим это, собственно говоря, словесной форме на бумагу, и когда в поле включаем уже став, да, то есть тогда это работает действительно по-настоящему и очень круто. Ну, да, истинные желания, как правило, они очень приземленные. Я, конечно, не буду обобщать. Есть люди очень так далеко отошедшие. Но, как правило, они все сводятся. Ну, почему? Да, они сводятся к трем нижним чакрам. И чтобы добраться до этого, чтобы четко сформулировать, а потом уже можно запускать руны. Получается, ты делаешь фокус, создаешь фокус внимания, что именно важно или что является наиболее важным, наиболее актуальным здесь, сейчас, а потом дальше прорабатываешь. Вот последний раз мужчины ко мне приходили именно с запросом «Хочу попробовать регрессию». Зачем? Зачем? Для чего? У меня жена регрессолог не может меня погрузить. Окей, хорошая проблема. Погрузил. Оказалось, проблема у него убеждения. Это родовая штука у многих, как бы в России она есть, что деньги надо зарабатывать суровым, тяжелым трудом. И быстрее от них избавляться желательно. Ну, потому что раскулачивание, все вот эти вещи, они были. И да, я запускал руны именно в поле рода. То есть я ему проводил родовую регрессию. И это очень мощная работа, когда именно род воспринимает род воспринимает руны как дар, даже одну какую-то руну, как дар роду возможности ему двигаться дальше, получить какой-то новый труд. Ему стало легче работать. Я думаю, здесь пауза, потому что это такая большая глыба знаний. И причем мы чуть-чуть там верхушечку задели. Поэтому благодарим тебя, ждем на фестивале. Я тебя вижу. Давайте поаплодируем Александру. Я представлю, Анна Богата, медиум экстрасенс, эксперт Центра Пробуждения. Сегодня мы хотели поговорить о том, чем занимается Анна. Она занимается, как бы это сказать, челнок между мирами. Чем занимается челнок между мирами? Вот доставляет смс-ки, да, такие сообщения. Соответственно, как это все случилось, у Анны была клиническая смерть. Две, соответственно, уникальный человек. И я подозреваю, что именно по этой причине у тебя и остался такой хороший контакт. Сейчас тебе передам микрофон. Пожалуйста, расскажи, пожалуйста, как это у тебя происходит, что происходит. Ну и я, наверное, попрошу кого-то из наших зрителей, присутствующих в зале, если у вас есть запрос, подумайте. И мы попробуем сейчас проконтактировать. Прошу. Могу сказать, что после второй клинической смерти моя душа запомнила путь туда и обратно. То есть я знаю, как выглядят границы, как туда идти, как туда возвращаться. Есть мной за много лет наработанная техника безопасности, как оттуда с собой никого не пригласить, чтобы потом не испортить. А приходят? Конечно. 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 Спросим у Анны. Я помню, у тебя была история, как тебе помогали избавиться от хора. Виктор Александрович Коршунов такой известнейший контактер с внеземными цивилизациями был. И первый человек, который позаботился о моей технике безопасности, это был непосредственно он. Потому что я к нему пришла именно с этой болью. То, что я не могла зачастую ночами спать, у меня было страшно ложиться спать из-за того, что я слышала и видела целую толпу людей, которые находились у меня в помещении. Особенно вы знаете, когда вы находитесь рядом живым человеком, это ощущение одно. А когда человек просыпается от ощущения присутствия в комнате, открывает глаза, но рядом никого нет, это, знаете, волосы станут дыбом, как говорится, не только на голове. В этот момент жуть накатывает просто животное. Когда ощущение, что в комнате кто-то присутствует, ощущение взгляда на человека, это непередаваемо словами. И когда, например, многие с этим сталкивались, когда приходят, скажем, мы все были на кладбище. Да, человек проходит на кладбище между могил, ощущение взгляда со спины, либо сбоку, либо ощущение, что кто-то смотрит, а визуально-то вы не видите никого. А это чувство присутствует. Вот первое, с чем мне пришлось столкнуться, именно когда были контакты, не по моему согласованию мне приходилось от этого защищаться. Виктор Александрович Коршев меня этому научил. И первым делом, то есть он поставил насчет этого, то есть защиту, он говорит, научись контролировать то, что к тебе идет. Соответственно, после того, как я ухожу за границу, то есть как у меня происходит сам контакт. То есть когда приходит ко мне запрос, человек объясняет ситуацию. У меня, скажем, условно, умер родственник, муж, сын, бабушка, дедушка, родитель, мама, папа, просит этого человека выйти на контакт. То есть мне, соответственно, что от этого человека нужно? Фотографию, имя. И как минимум сутки, чтобы я могла в сумеречной зоне зайти за контакт этого человека, узнать, спросить у него, может ли он поговорить со мной, желает ли он говорить со мной, потому что я пришла по заданию родственника, либо нет. Соответственно, если пошел контакт, значит, я передаю своими словами то, что мне просили передать. И, соответственно, своими словами по возвращению я передаю родственникам то, что передали. Многие это воспринимают как частную беседу. Но, поверьте мне, зачастую после подобных контактов я лежу не только сутками. Я еще после этого болею. Работа, на самом деле, очень тяжеленная. Сходить туда и обратно и это сделать по щелчку пальцев, поверьте мне, это очень сложно. Но когда люди ко мне обращаются, например, в состоянии скорби, это боль, которое может, чувство вины, которое может в человеке находиться годами, он это будет скрывать. Он примет эти события, примет эту смерть, примет уход. Но чувство боли, зачастую чувство вины после потери умершего родственника, оно может длиться очень и очень долгое время. И человек может даже с этим чувством уйти. И он его будет очень тщательно и глубоко скрывать. Что он что-то не договорил своему человеку, любимому, который ушел. Что он что-то не успел от него получить или что-то не успел ему сказать, либо какие-то отношения, которые между двумя людьми оказались неразрешенными. И вот этого чувства вины, вы не представляете, оно просто пожирает человека изнутри. И в этот момент, когда происходит контакт, я в потоке, стараясь вот этот вот блок с человека, я стараюсь его снять. Многие говорят, мне стало легче, я все осознал. Я стараюсь человека довести не только до понимания знаний, передачи информации, а до осознания того, что с этой болью жить невозможно. От нее можно избавиться. Можно поговорить с человеком, получить какую-либо информацию. И здесь, как правило, никогда не вмешиваюсь без поступления какого-либо запроса. Я буду знать и буду молчать. Я буду видеть, но сделаю вид, что не вижу. Подошли, спросили и ответила. Если же этого не происходит, ни одного слова информации от меня никто не услышит. Принцип «вижу, но не вмешиваюсь» – это закон, который никогда никому нельзя переступать. Только все должно быть по запросу. Если же мы вмешиваемся в жизнь человека, и это происходит без его согласия, без его разрешения и без его воли, поверьте, мы можем оказать очень серьезную медвежью услугу, испортив ему собственную жизнь, и без осознания того, с чем сталкиваются человек, это очень и очень сложно. Ну, как бы так. Есть ли случаи, когда есть желание человека, а с той стороны ответа нет? И что ты делаешь в таких случаях? Расскажи, пожалуйста. Если, например, я вышла на контакт, подхожу к умершему и говорю, меня попросили прийти по такой-то просьбе. Он говорит, я обижен, я не хочу говорить. Пусть они примут эту боль. Я, может быть, сам приду через какое-то время. Сейчас меня, пожалуйста, не тревожьте. Я всегда скажу открытым текстом, что к вам на контакт идти не хотят. С вами не хотят общаться, потому что вы в этой жизни что-то недоработали. Возможно, из-за того, что вы не получаете информацию с контакта, это и есть ваша миссия в этом разобраться самим. И здесь я вам не инструмент. Вот так. Хорошо. Ну вот если мы говорим про контакт с тем миром, ты, получается, утверждаешь, что есть реальная информация, которая подтверждается вплоть до мелочах. То есть ты работаешь как, я не знаю, поисковик информации, которая уже где-то там. Как это? Да, я работаю с информацией. Здесь иногда бывает, что бывают выскакивают такие мелочи вплоть до имен. Я, например, с бабушкой Наташей. Ну, кстати, мы тестировали Анну в рамках ТВ-экстра. Мы это не показывали, потому что это такие, ну, как сказать, настройка, да, ценастройка с Анной. Совпадения были конкретно до имен, до образов. Просто Анна еще рисует. И здесь очень большие вопросы после этого возникают. Как это работает, ну, в плане мироустройства? И почему у Анны есть такой, ну, давай назовем это даром, предположим, даром, который открылся после клинической смерти. Я не могу сказать механизм получения информации. Я просто слышу и все. Просто знаю и все. А как? Я не могу это объяснить. Зачастую вот передо мной фотография, ну, образ умершего человека, его имя. Передо мной находится человек, который спрашивает о нем. Я говорю, простите, пожалуйста, а кто такой Анатолий? Он говорит, ой, простите, а это дедушка. Я говорю, ну, вам привет, а потому что он сказал, что находится дедушка Анатолий. Как это происходит, я не знаю. Просто я слышу, оно само приходит. И я это стараюсь передать. Зачастую приходят имена и образы, которые человек может не знать. Например, может прийти имя и образ близкого друга, который умер. Он говорит, а я, говорит, ходил, говорит, там, говорит, в соседний гараж к дяде Коле. Я говорю, спросите, пожалуйста, а кто такой Николай? Он говорит, у нас, говорит, среди родственников умерших такого нет. Он говорит, да, говорит, вспомнила. Это же, говорит, дядя Коля, с которым он детство провел. Он говорит, такие вот вещи происходят. Поэтому, что мне оттуда пришлет, какой файл, я вам здесь даже предсказать не могу. Я просто буду говорить вот то, что мне идет, и все. Анна, а ты как-то проверяешь вот эту информацию, или какое попадание, да, получается? Ты как практик, вероятно, сталкивалась с тем, что могут дуть в уши. Ну, давайте такой сленг скажу. Те, кто заинтересованы в искажении информации. Да, я с этим сталкивалась. У меня было несколько случаев, когда мне присылают, допустим, ну, как бы показывают фотографию неживого человека. Он говорит, а он, говорит, живой, говорит, а мне, говорит, надо, говорит, узнать, вот где он сейчас, говорит, пропал. Я смотрю на фотографию, говорю, ну, зачем вы мне врете? Человек нежив. Потому что он идет у меня по-другому, говорит, я его чувствую по-другому. Или, например, приносят фотографию умершего, говорит, например, или фотографии там с точностью, да, наоборот. Человек умер, покажет живого. Или живого дают за умершего. Да, такие проверяющие, они присутствуют. Я думаю, что у каждого практика подобные скептики, они всегда есть. Они зачастую путают. Зачастую человек приходит, дает фотографию умершего, говорит, ой, говорит, уехал, говорит, не успел, говорит, сказать, где документы лежат. Скажите, пожалуйста. Я говорю, так человек умер. Зачем вы хотите это знать? Зачем вам его документы? Что вы ищете? Сначала, говорю, давайте, говорю, с вами, чтобы у нас была качественная работа, чтобы я справилась, поставлю задачи. Мы изначально будем друг к другу относиться с уважением, прежде всего доверять. Если же этого нет, поверьте мне, я могу совершить ошибку, после этого будут вредить в своих сомнениях. После этого я вам могу выдать искаженную информацию, потому что вы направляете путь в другую сторону. Завершающий вопрос. Просто времени очень мало. Очень интересные беседы. Есть мастер-класс «Я тебя вижу». Приходите, не пожалеете, потому что это тема, которая... Ну, сложно найти того человека, который вот так глубоко с этим соприкасается и может взаимодействовать. Я знаю, что ты работаешь поисковиком, то есть ты ищешь тех, кто пропал в формате людей тире души, если я вот так скажу. Расскажи, пожалуйста, как это у тебя происходит и насколько ты в состоянии помочь в таких ситуациях. Ну, при поиске человека самое первое, это надо определить, жив он или нет. Второе, точка отсчета, где видели его и свидетели последний раз. При каких обстоятельствах пропал человек. Последний раз, условно скажем, ну, условно. Видела жена, позвонила телефон, оставила телефон, документы дома, вышел из подъезда и пропал. Все, неизвестно, где человек находится. И уже его нету там несколько дней, месяцев, а то и лет нет. Человек поехал там с друзьями отдыхать. Друзья вернулись, человека нет. Кто последний раз? Друзья ничего не сказали. Поиски никакого результата не привели. Сотрудники полиции ничего не ответили. Мы не знаем, где этот человек, жив или не жив. Первое, самое первое при поиске, это определить, жив или нет. Но определяется нам в течение минуты. На мастер-классе я вам могу объяснить и научить, как это делать самому для себя. Но опять же, я говорю, желающие научиться подумать в практике, запомните, вы это можете делать и имеете доступ только в кругу своей семьи. Не пытайтесь это выйти и вытянуть в социум. Вы никогда не будете принимаемы со своими знаниями. И всегда будете подвергаться скептицизму с другой стороны и любого другого человека, который пытается в этом разобраться. Есть простейшие методы, которые я вам дам. И каждый на простом языке может какие-то простейшие техники для себя взять. Сложного ни у чего нет. Все построено на нашем восприятии. У нас три этапа восприятия, которые физиологически мы не можем обойти. Как работать с тонким восприятием очень легко. Отлично. Я все-таки последний вопрос еще один придумал, который вскочил. Я знаю, что души все-таки как-то ограниченно взаимодействуют с этим миром. То есть вероятно, они уходят дальше на повышение или еще куда-то. Было ли у тебя в твоей практике, когда был контакт и его больше нету? Ну, по крайней мере. Почему это происходит? Ну и какой, я не знаю, доступ получается есть? Ей были такие моменты, когда запрос по ушедшей душе, которая уже ушла несколько лет назад. Человек спрашивает, а вот мой дедушка погиб, скажем, во время Великой Отечественной войны. А я хочу с ним поконтактировать. Я говорю, так прошло больше 70 лет. Я говорю, у вас хотя бы фотография есть? Она говорит, нет. Хотя бы имя его знаете? Она говорит, есть. Да, говорит, знаю. А кто из ваших родственников видел умершего дедушку? Ой, наверное, моя, говорит, мама, бабушка и прабабушка. Я говорю, хорошо, кто сейчас из них? И тут уже начинаешь спускаться по ступеньке, начиная от мамы, потом к бабушке, и доходишь до прямого контакта умершего человека. И в этот момент, когда доходишь до этой точки отсчета, выявляется, что этот человек уже давно-давно перевоплотился, душа уже снова на земле, уже в новой реинкарнации, в новом теле уже, в этой же семье растет внук. Потрясающе. И многие говорят, блин, ты ни разу не видел деда, ну ты копия его. Вот отлично. На этой ноте поблагодарим Анну. Спасибо, спасибо, благодарю. В продолжение я тебя вижу. Спасибо. Меня зовут Андрей, мою супругу Тайра. Мы семейная супружеская пара уже не один десяток лет. И так получилось, что жизнь распорядилась таким образом, что мы начали заниматься, как сейчас это называют, практиками. Практики наши связаны именно с самопознанием, и практики на нас связаны с духовным ростом. По жизни мы являемся путешественниками, исследователями. Исследователями как себя, так и исследователями того пространства, в котором мы живем. Мы работаем совместно, какие-то работы делает Тайра отдельно, какие-то работы мы делаем вместе. Мы проводим какие-то определенные вещи, такие как шаманские обряды, определенные церемонии тоже совместно проводим. я занимаюсь звуком голосовыми проект практиками и людей я вижу через звук почему потому что человек это есть звучание то есть когда человек подходит он уже весь как волна у него все шевелится все вибрирует начиная от макушки головы кончая его хождением движением тела но естественно его звучанием и голос он дает показывает те теневые стороны которые есть у человека у каждого есть своя история и есть какие-то сгустки какие то есть узлы так скажем да и мы тут начинаем смотреть уже как я называю кружево жизни то есть это как такая мандала цветок и кружево жизни это вот мы допустим что-то делаем вяжем да и где мы не осознаем себя то есть идем из тех образов которыми мы напичканы с детства и думаем что это и есть истина и соответственно глядя вот выйти скажем образы жизненные правильно неправильно мы находим ту среду где есть какая-то уязвимость да и глядя в эту уязвимость мы находим ну не то что правильное решение а мы находим а чистоту чистоту звучание чистоту сердца то есть где человек распрямляется где у него дыхание становится более чистым глубоким и соответственно если дыхание у него меняется у него меняется жизнь и ребята здесь мастера фестиваля я тебя вижу они затроги затрагивали многие те аспекты которые тоже через звучание определяю в своих практиках вообще я еще называю себя на тем водящим который ходит по трем миром то есть это низший мир средний мир верхний мир и часто бывает что мы свои вопросы находим не в этой жизни а именно с прошлых с прошлых воплощений и именно прошлое воплощение они как бы отражаются в этой жизни и соответственно человек он идет формирует свою жизнь а в итоге у него не получается и то есть он страдает у него может быть все хорошо то есть и в личной жизни и в какой-то финансовой стороне а внутри такое неудовлетворение какое-то и вот это неудовлетворение мы находим как раз там где застряла возможно душа и раз мы говорим о душе то мы затрагиваем здесь тему развития души то что человек приходит в эту жизнь и он в принципе приходит за своим развитием и развитие это естественно идет через те аспекты которые нам дарит жизнь то есть у кого-то любовь у кого-то деньги у кого-то здоровье у кого-то партнерство у кого-то рождение детей вот и через за те вопросы которые мы решаем соответственно человек успокаивается он выпрямляется находит свой жизненный путь он начинает звучать по-другому начинает дышать летать парить вот вкратце начать начинает по-другому в прямом приносном смысле то есть начинает звучать и словами начинает по-другому звучать и тело начинает звучать и у человека по-другому то есть он выравнивает сам человек чисто теле чисто телесно тембр голоса меняется меняется просто ощущение от близко то человек становится другим то есть каждый мы наверно замечали когда приходит человек к нам какой-то с тяжелой так скажем аурой да с тяжелым состоянием с телом боли очень тяжелым которое может быть еще идет с детства и сразу вокруг него начинает возникать состояние как в болоте все вяжет тот начинает зевать тут начинает засыпать кому становится неприятно с кем там находиться хочется убежать из это помещение и через вот эти звучания мы эти состояния у человека во-первых находим и убираем их человек сам их убирает он приходит туда в ту точку по крайней мере до которой сейчас можно дойти чтобы уже оттуда идти дальше свой путь то есть наш путь это путь за собой то есть путь за тем что мы называем я в нас этих я на самом деле достаточно много это я на работе и так далее так далее кто тогда управлять нашим телом тоже непонятно кто управляет нашим сознанием где мы тоже непонятно и мы через свои практики через общение с человеком помогаем ну по крайней мере приблизиться к той точке определенный какой чтобы человеку было более-менее комфортно существовать в этом мире жить в этом мире радоваться в этом мире и дарить соответственно себе другим людям кто рядом с ним общается какую-то надежду радость андрей тайра а почему вы этим решили заниматься тем более вместе где вот на . было где-то . это наверное была . из прошлой жизни когда мы решили эту жизнь провести вместе и это наверное сильнее нас самих вот и у нас были грубо глубокие практики погружения где все все совпадало то есть одно дело допустим у меня совпало я там навязала мужу да но когда у мужа там открывается что-то и через некоторое время ты получаешь тоже вот это вот видение она вот как-то совмещается да ну симбиоз он такой шел тоже но издалека то есть у меня был такой опыт когда у меня ушел близкий человек и я вообще пропала можно сказать меня вытаскивали 8 месяцев я была в нижних мирах как мне тогда сказали но я не понимала на самом деле тот вот момент но как я сейчас понимаю этот момент мне нужен был для чего для того чтобы работать с тяжелыми людьми то есть видеть вот эти сбои видеть вот эти тяжелое состояние вот эти вот боли до тяготы потому что человек он может вроде как живет живет но не может определять вот это вот но консистенцию да вот своего состояния и вот когда ты это видишь и начинаешь раскладывать да вот это вот вытаскивать изнутри соответственно человек начинает жевать символично я тебя вижу да есть еще такой момент что но у нас культура такая очень много абортированных детей да и вот работая с женщинами что бывает так так что абортированные дети там у матери у бабушек они в поле они в поле и люди допустим живут и они понимают что они как будто не свою жизнь проживала это ощущаете как это происходит я тоже это не могу объяснить но это это видно это видно ну как сказать поле открывается до поле открывается и ты видишь человек меняется и как через него что-то налипшиеся начинает сквозить души в духе вот из тех то что нам сейчас предыдущий по поводу рун тоже они идут руны но я их не то что изучаю вот сидишь с человеком да и и поле вот так раз открывается ты видишь рун и и каждый раз всегда ну по-разному здесь нету такого что ты привязана к чему-то то есть ты доверяешь тому что идет смотрите с какими запросами к вам чаще всего и эффективнее все приходит андрей давайте раньше ко мне чаще всего приходили так скажем наши представительницы прекрасного пола а дима я был не готов работа с мужчиной бывает какая-то определенная работа все остальное сейчас ко мне стали приходить больше мужчины почему приходит мужчины чем могут прийти мужчины сейчас существует много мужских так бойцовский так далее так далее все такие они полезны на определенном как бы уровне которые же мы то есть я и той же она на женский половина мужских мы приходили это много лет назад они дают внутренний стержень помогают найти это стержень а дальше нужно что-то с этим стержнем делать то есть каждый мужчина должен делать определенные шаги он сделать шаги определенных достиг определен каких-то высот допустим хотите вы натягиваете нужный лук да не то что натягивать на каждом этапе жизненного человека что мужчина что женщина должен быть условно говоря волшебный пинок то есть не каждый не каждый не каждый из нас даже очень мало из нас наверно только вот тут кто на книг здесь они способны были как-то помогать себе сами в том плане что вытаскивать себя откуда-то дай продвигать дальше ну допустим как будут и и всегда нужен помощник то есть помощник этот человек либо какой-то случай до происходящей жизни который помогает человеку пробудиться и проснуться помогает ему понять определенное свое настоящее то есть не настоящее то где он сейчас находится в чем он сейчас находится и человек который может показать что кто хотел допустим еще либо женщина на какой путь ему вставать увидеть свой путь определенный то есть почувствовать его ногами именно телесно да там телесно почувствовать через сознание свой путь тайра добавите говорить конечно здесь можно много и долго потому что тена тема очень живая очень такая но актуальная в наше время почему потому что людей сейчас сбивают всеми нужными ненужными методами чтобы человек не принадлежал сам себе а наша задача это раскрыть человека чтобы он чувствовал свой путь чтобы ему не навязывали до со стороны а чтоб вот он находил удовлетворение вдохновение там где он находится да конечно я тебя вижу там об этом осознавание осознанности до предназначения вот и мне всем хочется сказать доброе утро несмотря что сейчас уже после обезьянных эфир это международный поэтому кого-то действительно доброе утро доброе утро почему потому что мы просыпаемся проснуться бы каждому из нас хотя бы раз в этой жизни и не уснуть а делать шаги уже продолжать жить уже в осознанном состоянии в состоянии 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 какой-то дрема либо дремоты она тоже нужна но на определенном этапе конечно что еще можно добавить мы работаем старый непосредственно вот с парами партнерские партнерские отношения где между мужчинами и женщинами до происходит так уж получается что видимо мы некоторым из них помогаем то есть кто-то воссоединяется да так или иначе до что начинает жить вместе кто-то кто-то наоборот понимает что вот это вот женщина это то что он искал и она касса была рядом кто-то ищет мужчинам это обычно женщин касается они ищут мужчину да еще долго после развода чаще всего то есть уже там первый брак был неудачный дети приходят ищет мужчину да нету и опять-таки нужен толчок волшебный пинок человек девушка получает определенная уверенность в том что она королева осознает себя таким человеком то есть может допустить что это реально допустить да и через какое-то время до буквально недавно был звонок то рискать что конечно сейчас они понимают современную молодежь моем поле появился молодой человек ну нас проще говорим у меня появился мужчина там ли у меня появилась девушка да ну вот появляется новые как бы партнерские отношения до с детьми тоже проходит работу у нас андрей вот не говорит что он людей правит на гайкой то есть это на самом деле очень такая глубокая практика почему она гайкой да потому что ну во первых это дух на гайке да во вторых она проходит очень глубоко наверное все вместе и и здесь чем хорошо то что на вот тут вот девушка говорилось что она занимается сексуальной энергией да то что что пробуждается у мужчин сексуальная энергия у женщин пробуждается сексуальной энергии а это очень важно почему потому что это творческая энергия да то есть это на таймер энергия которая сила я бы еще назвала сила которая движет нами до движет и оживляет этот мир вот здесь хорошая . друзья кто у нас присутствует кто собирается на фестиваль я тебя вижу записывайтесь к андрею тайры пробуждайтесь осознавайтесь я думаю вам пинков пандают спасибо за участие поаплодируем пожалуйста друзья спасибо я приглашаю нашего последнего участника точнее представителя мадина прошу вас сюда представителя аиды утовой из кисловодска аида является энергопрактиком а мадина сейчас расскажет о ней ну в том что она будет 31 числа представлять прошу спасибо большое за слово значит я хочу представить аиду она энергопрактика она занимается самопознанием вот и все эти знания хочет передать людям да основная концепция всего того что она дает в мир это то что каждый человек может раскрыть в себе внутренний свой потенциал свою энергию а вот что в каждом человеке заложена сила которая является движущей и раскрыв ее до человек уже может творить творить именно ту реальность которую он желает видеть а вот аида она вот 24 года является вот в активной практике вот и самое удивительное то что она нигде не училась и все эти знания и пришли можно сказать этот например напрямую до свыше она в кисловодске занимается практикой да она в кисловодске занимается вот ну в принципе она и сюда приезжала и там в разных городах принимала людей вот и вот все эти 24 года да ну вообще у нее дар с рождения вот все это она видит у нее не было никаких учителей она не читает какую-то такую специальную литературу вот то есть можно сказать что это вот напрямую такое до знания в чистом виде вот которая и приходит вот и все эти годы практики они у нее сложились в какую-то определенную методику которую она хочет передать людям вот основная концепция это вот вертикаль то есть тело душа и дух то есть у каждого человека есть это вертикаль и она каждого человека выводит в эту вертикаль отлично а с какими запросами люди в основном приходят ну вот как ранее тут уже упомянули с на упомянули это основные запросы здоровья межличностные отношения это финансовые вопросы вот в принципе все люди одинаковые наверное и запросы у нас всех одинаковые мне ну может быть какой-то специфика то есть она лично будет принимать участие я тебя вижу соответственно с этими запросами со многими она до предоставит вот доклад свой она расскажет интересную одну тему раскроет вот в принципе вся ее методика это основано на энергии человека вот фестиваль на самом деле будет проводиться девятый раз в москве это здорово что предыдущий раз маски был на конференции не поздно куда мы всех безусловно всегда приглашаем просто тоже интересно бурно и практично что самое интересное не только теория но и практика я считаю что это самое ценное для тех же что присутствует очно сейчас конечно вы можете прийти и мы во всех приглашаем и для тех кто не может находится в других городах весях и так далее мы приглашаем для участия на практиках онлайн то есть все будет доступно в записи будет прямая трансляция нужно зарегистрироваться в личном кабинете все есть на сайте фестиваля и соответственно центре пробуждения как это что сделать и вы можете принять участие во всех мастер-классах онлайн это здорово это опция это расширение вашего я тебя вижу теперь весь мир можно добавлять такую галочку до везде где есть интернет поэтому приходите я напомню что здесь куча мастер классов на самом деле я вот сижу и думаю а что же мне интересно я уже несколько штук уже поставил галочки куда я приду попробую поучаствовать как ты считаешь как определиться что тебе нужно что тебе интересно среди специалистов и среди тем мастер-класс но прежде всего нужно слушать свой внутренний отклик да потому что специалистов огромное количество мастер-классов тоже я в частности буду участвовать в мастер-классе расстановки с энергопрактиком и шаманом да то есть марина шалама будет проводить и у нас эти расстановки в екатеринбурге и не только пользуются огромным успехом и собственно говоря тоже вот приглашаю на этот мастер-класс в целом просто нужно слушать свой внутренний отклик до смотреть на человека позыв души идет с ним взаимодействовать идите и взаимодействуйте с этим человеком потому что на самом деле все что будет происходить на фестивале будет наилучшим безопасным способом для этого очень много будет приложено так скажем и энергии и сил и не знаю чего там еще да то есть вот всего-всего-всего будет очень хорошее такое пространство в котором можно безопасно получить консультацию получить поучаствовать в мастер-классе и в принципе повзаимодействовать как оффлайн так и онлайн то есть онлайн для нас формат впервые да то есть и я считаю что это прям уровень при уровень отлично с новыми достижениями всех нас и я считаю что здесь действительно нужно проявлять эмпатию если тебе откликается если ты готов откликнуться на человека на зов который ну таким или другим способом происходит значит можно идти можно работать самое самое верное наверное мы так и советуем к регрессологу я не посоветую посмотрите кому вы готовы довериться ведь это такое условное или даже безусловное сакральное пространство то есть ко всем практикам и тем более энергопрактикам нравится откликается идите тогда это ваше все остальное не надо слушать никого только себя я думаю на этой ноте да нужно разыграть наш приз это билет на на две персоны на фестиваль я тебя вижу и у нас тут в поле присутствуют люди да то есть я предлагаю на 1 2 как говорится рассчитайся да то есть количество людей которые находятся в зале кто дошел тех мы рассчитаем и определим ну как мы считаем то давайте я помогу с рандомайзером верно расскажи пожалуйста как нужно открывать потоки и закрывать их на успешную реализацию но начнем с того что это 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 издалека долго и вообще рассказывать на одну минуту она на одну невозможно на одну минуту рассказать про это потому что на самом деле мы про истинное желание здесь разговаривали да то есть и я считаю что нужно прийти на фестиваль выбрать себе специалиста и по взаимодействию с этим специалистом выявить свое проявить так скажем свое истинное желание и собственно говоря таким образом проявить это истинное желание вообще знаете давайте дам дам практику кстати из книги которую я купила у вас ой прекрасно вот в центре пробуждения купила книгу сандра ингерман и мне очень понравилась там одна практика которую я сейчас буквально всем про нее рассказываю она прямо классно откликается сделать 4 глубоких вдоха 4 выдоха и проявить так скажем в поле что вы действительно по-настоящему очень сильно любите и проговорить внутри себя закрыв глазки я это сильно люблю я это сильно люблю я это сильно люблю и внутри вашего физического тела вы увидите внутренний отклик до от того что вы сильно любите да то есть вас тело ваше завибрирует такой некий такой мускульный тест только более глубокий и сделаем тоже 4 глубоких вдоха 4 выдоха и проговорим то что вы сильно любите желательно чтобы это неодушевленный предмет был да это какая цвет форма одежды или еще что-то такое пища в конце концов вы это ненавидите да то есть вот этот внутренний посыл он как бы даст на нет вот этот на негатив тоже тело завибрирует да и вот истинное желание отличается тем что надо она завибрирует именно там где у вас был внутренний отклик на я это люблю вот таким образом прекрасно на базе разогруженные вижу 7 человек итак первый победитель это 4 1 2 3 4 это вы прошу вас подойдите поаплодируем так сразу предупреждаю если еще раз будет 4 мы вам не дадим мы дадим другому участнику чтобы чтобы было разнообразие итак следующий участник номер три это вы мужчина фиолетовым все в семью но вот видеть хорошо поздравляем друзья давайте по планируем друг другу это здорово давайте смотреть друг на друга как говорится работать над осознанностью помогать это такая благая карма в общем то спасибо за участие и те слова я знаете хочу закончить нашу сегодняшнюю встречу таким пожеланием и вообще начинаю каждый день с определенных слов с определенной настройки на этот день и это это эти слова очень крутая мыслеформа которая мне была тоже передана моим учителям в свое время сегодня самый лучший день в моей жизни на то есть искренно от чистого сердца сонастроиться на день сегодня самый лучший день в моей жизни внутри себя просто произнесите что сегодня самый лучший день в моей жизни и таким образом на самом деле постепенно ваша жизнь будет налаживаться ваша жизнь будет сиять счастьем радостью и успехом благодарю вас за то что вы присутствовали у нас на этом мероприятии спасибо днем 31 благодарю